Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Мир, Природа, Жизнь! Сегодня у нас с вами необычная прогулка. Не по лесу будем гулять, а будем гулять по стоянке, где жили древние люди времён Палеолита. Мы посмотрим, как здесь устроен быт археологов. Кстати, этим летом, несмотря на ситуацию в стране, они всё-таки здесь работали. Место, называется Хотелёва-2, находится недалеко от города Брянск. Здесь археологи обнаружили стоянку древних людей, начиная от Палеолита, заканчивая до Древней Руси. И сразу, вы знаете, почему-то на входе вот такое кресло. Здесь наверняка сидит король, да? Очень интересно, конечно, кто его соорудил. Ну так, с вами отправимся. Вот там дальше река Десна, очень красивая смотровая площадка. Итак, пойдём смотреть, чем живут археологи. И в ходе на территорию, где непосредственно происходят раскопки, расположены вот такие идолы. Вот для чего их сделали, но наверняка они отпугивают нечистых духов. Правда, очень даже похоже на древние идолы, которые изображаются в картинках. Вот прям мастера, как их соорудили. Очень даже качественные, я хочу сказать. Вот. Интересный идол. Смотрите, у него два носа. Да? Ещё один нос вот здесь. И один глаз. Вот тут, наверное, по какой-то же схеме делали. То есть, почему так выглядит идол? Кто-нибудь знает? Напишите, пожалуйста. Вот. Ну и так пойдём, дорогие друзья, дальше. С нами территория, где непосредственно находилась стоянка древних людей. И где проводятся раскопки. То есть, здесь каждый год с июня по август приезжают археологи из разных городов. И даже можно как бы побыть вместе с ними. По договорённости они пускают. Ну, вот здесь наверняка у них проводится собрание. Видите, стульчики. Такое что-то в виде костра. А вот там написано харчевня под названием бивень. Сейчас мы посмотрим, что она из себя представляет. Почему бивень? Ну, наверняка, потому что здесь находят бивни мамонтов, находят кости животных древних. Тут на раскопках насчитывается до девяти культурных слоёв. И вот очень интересные здесь находки бывают. Это статуэтки из костей мамонта. Особенно известная древняя Венера. Вот смотрите, здесь прямо очень интересно. У них и печку соорудили. Видите? Вот наверняка здесь они пекут картошку, готовят разные блюда. Вот здесь вообще такое довольно-таки странное место. Ну, друзья, сейчас мы, наверное, посветим, что это такое. Попробуем пробраться. Но, честно, жутковато. Я даже не знаю, что это. Так, вот я включила фонарик. Это, наверное, друзья, что-то в виде погреба, да? А! Может быть, даже здесь и раскопки велись. Но сделано, конечно, основательно. Ну, потому что раскопки ведутся в летнее время. И, видите, вот там, наверное, такие полочки. Наверняка ставят, может быть, какие-то продукты питания. Что-то вроде холодильника, да? Вот смотрите, как основательно здесь закоплено всё. По принципу, наверное, раз это археологи. То есть, как в усадьбах старинных тоже такие погреба есть. Молодцы, конечно, очень интересно всё. Так, ну что здесь ещё? Вот такие вот полочки. Тоже, опять же, наверняка для хранения продуктов. Так, ну вот здесь вот на столе прям букетик. Когда-то были красивые цветочки. Так, ну здесь вот ничего не осталось уже. Всё уже увезли с собой. Ну вот, водичка стоит. Ага, расписание маршрута 202. Видите, у них маршруты, значит, были. Из Хотелёва и Избежицы. Скорее всего, это расписание маршрутного такси. Ну вот здесь у меня такой шкафчик. Так, тоже уже всё пусто. А, кстати, интересная вещь. Вы посмотрите, часы идут. Да, я не шучу. И сейчас именно 12.40, так и есть. Смотрите. Ну это вообще... Это просто чудеса. Так, а вот какой-то вообще старинный шкаф. Неужели они его откопали? Смотрите, какой классный. О! Ты труд другого уважай. Сам насорил, сам убирай. О! Зачётный плакатик, да? Смотрите, какой шкаф. Вот это старинка, я вам скажу. Ну давайте посмотрим. Аккуратненько. Да. Ну вот, здесь можно одежду вешать. Видите, сам по себе шкаф, он интересный. Очень старинный шкаф. Вот. Здесь, смотрите, такие вот шафлятки. Ну, всё пусто. А вот здесь и не открыть. О, видите, наверное, замок закрыт. Да. Ой, я испугалась себя. В зеркале увидела, подумала, кто-то идёт. Смотрите, какой тоже старинный буфет. Тоже откуда-то взяли. Но явно не раскопали. Ну, вы знаете, здесь много заброшек, много заброшенных домов. Может быть, даже наверняка оттуда. Ну, как-то здесь, естественно, ребята всё за собой убрали. Ну вот. Такая кухня. Бивень. Называется харчевня-бивень. Ну вот, дорогие друзья, пойдём дальше. А, кстати, вот интересно ещё здесь приспособление. Смотрите. Вот здесь наверняка это, наверное, были рукомойники. Да? Скорее всего. Чтоб мыть руки. Ну вот. Идём дальше. Так. Туда мы ещё спустимся. Ну, вот здесь наверняка, может быть, даже и они просто отдыхают. Может быть, оборудование, место именно для отдыха. Потому что, вы знаете, здесь водятся уже и змеи. А вот, видите, прям такое место для загара, да? То есть здесь археолог может посидеть, почитать книжечку, позагорать. Вот. И там такое же место. Видите, все такие места, они вот на длинных сваях. Сейчас я вам покажу. То есть, честно говоря, мне кажется, это довольно-таки и небезопасно. Я бы, наверное, лучше на земле что-нибудь сделала. Ну, вот так, дорогие друзья. Археологам видней. Так. Пойдём с вами дальше. То есть, это довольно обширная площадка. Не знаю, может быть, метров даже 300 на 300. Где-то так. Ну, примерно. Всё примерно. Так. Ну, вот здесь вот у них тоже наверняка. Ага. Тоже для чего-то сделано. Может, здесь они свои разбирают и хранят находки. Ну, вот здесь они тоже, видите, вели раскопки. Но это ещё не так глубоко. То есть, на самом деле, раскопки ведутся очень глубоко. И вот, допустим, следы. Вот они как. Видите, ведутся. Ну, не знаю, можно ли туда спуститься. Ой. Там прямо кто-то очень стрёмный такой лежит. Старая игрушка детская. Сейчас мы туда спустимся, дорогие друзья, и посмотрим поближе. Вот такая, смотрите, здесь прямо такие ступеньки сделаны, земляные. И на них положены вот такие досточки, видите? Чтобы удобно было спускаться и не поскользнуться. То есть, у них здесь получается вот такой спуск непосредственно к месту раскопок. Давайте посмотрим, что из себя представляют такие раскопочки. Вот, смотрите. Наверное, метра три или четыре получается высоту. То есть, здесь послойно всё это снимается. Ну, и находятся очень интересные вещи. Вот, я про что говорила. Видите, какой заяц лежит. Ну, вот они, вот эти культурные слои. Со времён палеолита. То есть, здесь стоянки неандертальца были. Конечно, очень это кропотливая работа. Ну, очень нужная. Так. Сейчас надо отсюда выбираться. Одно из мест, где также сооружение частично на сваях сделано. И наверняка это как место отдыха. Потому что, видите, шезлонг. Прототип шезлонга. Вот такая стеночка здесь. Вот. Всё из подручных средств. И вот такой шкафчик опять старинный. Смотрите. Получается, находок мы здесь никаких не найдём. Конечно, всё забрали. Вот. И какой шикарный вид. Потому что дальше идёт обрыв. Вот. И отсюда такой вид. Смотрите. Очень красиво. А здесь наверняка проводились совсем недавно раскопки. Вот видите, здесь уже именно видно, что это было актуальным местом для раскопок. Потому что земля ещё свежая. Вот такое сооружение сделано. Наверняка от дождя. Вот. Мы тоже сейчас попробуем спуститься. Видите, как интересно. Почва здесь глинистая. Фактически одна глина. Вот написано, проход закрыт. Стоп. Ну, раз закрыт, значит, не пойдём. То есть, вот послойно снимаете. Видите, сначала один слой. Ступенечками получается. Чтобы не было обрушения, наверное. То есть, здесь получается объём работы очень большой был у ребят. Находки хранятся в музее в Москве, в крупных городах, в археологических музеях. Так. А здесь у нас что? Угу. Ну, здесь наверняка как ещё одну из вариантов домика, где отдыхают ребята. Это вот там вот мостик. Сейчас мы по нему пройдёмся. Заметила, смотрите, как необычно посажена кукуруза. Посажена вот таким кругом. Вот. А внутри... А, а внутри, вы знаете, что? А внутри луковички. То есть, здесь у археологов был огород. Наверное, на зелень сажали. Ну, а кукуруза, это, наверное, от вредителей. Вот, как придумано интересно. Надо взять на заметку. Видите, здесь всё в оврагах получается. И сооружён такой мостик. На берёзовых сваях. Вот. Ну, мы сейчас по нему попробуем с вами перейти. Так. Ну, и наверняка, как один из домиков. Ну, это, друзья, самый элитный, наверное, домик. Вот здесь. Ага. Какая-то кладовочка. А это сам домик, получается. Там даже ковры лежат. Видите, как интересно? Археологи живут. Вот здесь, наверняка, для матраса такое углубление. Вот. Рабочая обстановка. Стол, стол. Вот, смотрите, какой интересный стол. О, какой толстый. Прямо из натурального дерева сделан. Ну, молодцы. А вот такой балкончик. С выходом. Ну, пойдёмте по нему. Сейчас посмотрим, куда он ведёт. А, а там дальше ещё мостик. А вот такой вид, друзья, видите? Прям вообще. Ну, мостик тоже из подручных средств обновлен немножко. Ну, там, получается, ещё один домик был. Там, где ребята живут. Мы с вами побыли на правой стороне стоянки археологов. Сейчас побудем на левой стороне. Посмотрим, что у них там. Так, перешла я на левую сторону. Получается, тут везде вот такие тропинки. А вот какое-то сооружение впереди. Сейчас мы посмотрим, что это. Очень даже понятно, что это. Наверняка, это туалет. Ну, правильно. Всё должно быть прекрасным. Вот смотрите, какой вид получается отсюда. То есть, вот она, будка туалета. Очень даже ничего такой туалет. Отсюда вот такой вид. И, кстати, дверь туалета открыта. Правда, красиво? Супер! Ну вот, дорогие друзья, сегодня мы с вами побывали на стоянке, которая называется Хотелёва 2, где из года в год проводятся археологические раскопки. И когда-то здесь жили древние люди. Всем добра, удачи, крепкого здоровья. Ну и приезжайте на экскурсию. Продолжение следует...